Друзья, привет всем! Поздравляю каждого с нашим профессиональным праздником! Давайте отмечать день танкиста вместе! Нас ждет множество активностей, начиная с 6-го, заканчивая 26-м сентября. На каждые крупные ивенты к праздничной краске, билбордам и дроп-зонам арт-отдел готовит специальные голды. Недавно выловили яблоки, а сейчас, на день танкиста, голды украшены значком шестеренки. Ко дню танкиста вернулись скины линейки Стимпанк. Например, Титан-СП станет главным призом элитного пропуска. Зарабатывайте тысячу звезд до 26 сентября, и скин пополнит линейку в вашем гараже. Также Мамонт, Твинс и Магнум-СП добавлены в список предметов эпических контейнеров. Их можно выбить с помощью одноименных ключей. Если вы копили ключи ко дню танкиста, то вот вам повод потратить их на Стимпанк-скины. Если ключей у вас не так много, разжиться ими помогут особые миссии, которые вновь разбиты на три этапа. Выполнив все семь, вы забираете награду за супермиссию и открываете доступ на следующий этап к новым заданиям. За каждый такой этап в наградах семь обычных и пять эпических ключей. Для обладателей према, батл пасса или просто для любителей специальных игровых режимов есть дополнительные миссии во вкладке «Особые». Заглядывайте в нее периодически. Еще вы можете воспользоваться спецпредложениями на витрине магазина. На этот раз за три недели проведения Дня Танкиста их будет целых шесть. В них вы найдете не только ключи, но и премиум, танкоины, краски и ядерную энергию. Хочу рассказать вам о новом устройстве с интересным названием, которое тоже может выпасть из эпического контейнера. Бомбарда для Магнума. Магнум превращается в мощное орудие для ведения огня из-за укрытия. С этим устройством невозможно стрелять прямой наводкой. Ствол всегда направлен под углом 45 градусов или выше. Такая конструкция позволяет эффективно поражать врагов благодаря накрывающей траектории снарядов. Сниженная мощность выстрела улучшает контроль арки полета, а уменьшенное время перезарядки дает возможность вести быстрый и постоянный огонь, создавая настоящий дождь из снарядов. Пробежимся по игровым режимам на День танкиста. Замечу, что удвоенные фонды и модификаторы опыта на этот раз действуют только внутри игровых режимов. В про-битвах и битвах матчмейкинга удваивание не работает. С завтрашнего дня и до утра 13 сентября станет доступна гонка вооружений. Карты вы видите на своих экранах. Далее, с 13 по 20 сентября на десктопной и мобильной версии ожидается мясорубка. Большие карты и битвы 32 на 32. Битвы в режиме контроль точек. Под занавес испытайте себя в классическом регби. Режим без овердрайвов и дронов. Припасы можно, устройство можно. В честь нашего с вами праздника нам особенно приятно радовать вас скидками. Вот и в этот раз цены делятся пополам. 50% на предметы в магазине, 50% на некоторые предметы из гаража и те же 50% на улучшение пушек, корпусов, модулей и дронов. Пока вы думаете над выгодными покупками, к релизу готовится вкладка с гранатами. Давайте в следующем топике расскажу, как их можно получить. Релиз номер 773 завтра, кроме всего прочего, добавит в ваши гаражи гранаты. Стоимость одной составит 1250 кристаллов. Чтобы полностью прокачать ее с МК-1 до максимального уровня, на ваших аккаунтах должно быть не менее 590 тысяч кристаллов. Таким образом, урон гранат с полутора тысяч вырастет до знакомых вам по игровым режимам и тестовым серверам трех тысяч. У нового расходника необычный способ перезарядки. Помимо привычного таймера припаса, который у гранатомета будет равен 40 секундам, есть еще один нюанс. Респаун не обнуляет его. Пока таймер в 40 секунд не истечет до нуля, граната не появится снова. Заканчивая отчет, гранатомет перезаряжается, а граната будет установлена для броска только в момент следующего отбрасывания на респаун. Такой способ перезарядки мы выбрали после многочисленных экспериментов, которые провели за прошедшие месяцы на тестовых серверах и в ивентовых режимах. Еще один спешл для гранат — разминирование мин. Гранаты можно запускать в расставленные на пути розочки и скопления из мин. Граната подрывается вместе с минами и открывает вам путь. Знайте это. Итак, гранаты завтра у вас в гаражах, пока что с урезанным инструментарием, только прокачки. Возможность покупки дополнительных гранат откроется буквально через три дня. Кнопка установки будет заблокирована до понедельника. А пока прокачивайте урон нового расходника. Чуть меньше чем за неделю мы успели собрать достаточное количество вопросов про рубины — новую валюту, которая вот-вот появится в игре. Сейчас я их зачитаю. Спрашивает Касперский. Будут ли изменены цены на танкоины, учитывая то, что они станут валютой для покупки премиума? И если рубины будут доступными, изменится ли цена кристаллов? Мы регулярно пересматриваем региональные цены. Со временем они могут стать дороже или дешевле, в зависимости от региона. Цена же на кристаллы в рубинах будет такой же, какой была в танкоинах. Спрашивает Павел Игуменцев. Будут ли добавлены новые способы получения рубинов, помимо голдов? Будет ли конвертация кри в рубины? И еще, если рубины станут хард-валютой, будут ли иные способы ее получения, кроме нынешних способов получения танкоинов? Новые способы получения рубинов будут рассмотрены после анализа результатов добавления рубинов в голды. Конвертировать кристаллы в рубины можно будет косвенно. Точно так же, как сейчас кристаллы конвертируются в танкоины, если участвовать в определенных ивентах. Отвечая про способы получения, скажу, что именно мегаголд станет рубиновым. Спрашивает Андрей Пиголов. Если рубины станут валютой, которая будет в голдах, сколько ее будет в каждом золотом ящике? Мегаголде. Мы планируем начать с 10 рубинов в мегаголде. А дальше посмотрим, как пойдет. Спрашивает Дан 27 Плей. Рубины из танков онлайн 2.0. А жетоны будут оттуда? Возможно, будут медали. Спрашивает Терминатор. А если у меня долгосрочная подписка на танкоины, я буду получать после обновления рубины или все же танкоины? Долгосрочные подписки на танкоины продолжат действовать до своего завершения и не будут заменены на рубины. Спрашивает Ziv Official. Что случится с красками в гараже, которые продаются за танкоины? Эта краска продолжит продаваться за танкоины. Все остальные краски, которые продавались за танкоины, теперь будут продаваться за рубины. Спрашивает DSA. Изменится ли политика цен боевых пропусков спецпредложений после введения рубинов? Цены останутся без изменений сразу после релиза. Изменения цен в будущем возможны, так же, как были изменения цен в танкоинах на эти предметы. Спрашивает Ropsy. Останутся ли у меня танкоины, если в игру я донатил до релиза самих танкоинов за валюту на спецпредложения? У игроков останутся только те танкоины, которые будут у них в наличии на момент обновления. Никаких других танкоинов за предыдущие покупки добавляться не будет. Спрашивает Overwatch. Можно ли за рубины покупать легендарные ключи, как при танкоинах их можно было получить из элитных пропусков и ивентов? Легендарные ключи продолжат быть доступными из пропусков и ивентов. Доступ к ним без доната не прекратится. Дмитрий Субботин интересуется, станет ли смена никнейма за рубины или она останется за танкоины? Спрашивает Хмел Шелл. То есть за танкоины можно будет покупать только рубины, премиум и бустеры? И оставят ли танкоиновые подписки? После обновления подписки на получение танкоинов перестанут продаваться, но продолжат каждый день выдавать миссии на получение танкоинов. Новые подписки после обновления будут давать собственные миссии, в которых будут уже рубины. Спрашивает ASDF123ASDF. Что будет с танкофондом? Заменят ли там танкоины на рубины? Танкофондов больше не будет. Теперь будут... Рубинофонды. Спрашивает Луис Энрике 550. То есть спецпредложение «Ежедневные танкоины» будет переименовано «Ежедневные рубины»? Да. Не, ребята, вы правда думали, что вы нашли скам? Эээ, не, надо было скам внимательнее искать. Вначале не забудем наградить участников вопроса из выпуска 510. Напомним, нужно было выбрать карту из списка игрового режима, где за Джаггернаута можно набрать максимальное число киллов. При этом лучше не погибнуть. Мнения в комментариях разделились. Например, взорванный тип утверждает, что отличной картой станет Иран. И наоборот. Батя, мент и депутат очень против Ирана и утверждает, что магистраль подойдет больше. И еще один комментатор – терминатор, который делится собственным опытом и цифрами для карты Кунгур. С меня сегодня следующая ситуация. Близится конец битвы. Атакующие находятся в шаге от победы, ведь до нее осталось доставить всего три флага. Но команда защиты не собирается проигрывать и расстреливает всех, кто подбирается к их базе. Теперь любая потеря в команде атакующих – это их проигрыш. Придумайте такую тактику, при которой игроки за атаку поставят три флага без единого подбитого танка. Видеоблок я запишу, и снова третье сентября. Окей, я говорю в английском. Ты знаешь? Луиз Энрике 550 задает следующий вопрос. А вот какой мы еще не перевели? Спрашивает Ziv Official. И это еще один иностранный вопрос. Нюанс. Как бы new – это новый. Да, уроки. Что ж, думаю, для этого выпуска достаточно. Пришло время прощаться, а это значит, что нужно срочно проверить подписки и поставить заметный лайк команде видеоблога за проделанную работу. Если у вас остались вопросы или появились предложения, формулируйте их в комментариях к выпуску. Будьте конструктивны и, по возможности, позитивны. Обнимаю вас сентябрьскими объятиями и шлю первый пка-поцелуй. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...